Привет! Это Корея. Здесь духатак, комары и, конечно, плавание. Сегодня был супер насыщенный день, очень много событий. Самое ожидаемое для нас было противостояние Юлии Ефимовой и Лили Кинг. К сожалению, Юля проиграла. Но назвать это прям сенсацией вообще нельзя, потому что Кинг на 100 метровке очень сильна. Она выиграла в Рио, выиграла в Будапеште, выиграла в Гванджу. Что будет в Токио, мы не знаем. Вполне возможно, Юля перевернет ситуацию, потому что она не раз доказывала, что умеет биться, бороться и добиваться своего. Она уже пережила столько брасисток. Джессику Харди, Ребекку Сонни, Руту Милю Тит, Кинг уже четвертая по счету для нее. Поэтому это не сказать, что сильно угнетает Юлю. Хотя, конечно же, при всем ее позитиве, улыбке и подаче того, что ничего страшного не произошло, в Мигзоне было видно, что она немножко досадует из-за того, что проиграла. Призналась, что первая мысль после того, как коснулась бортика и увидела результаты на табло, была опять. Узнаю Юлю, мне кажется, ее только еще больше раззадорит. И она, помимо всего прочего, сегодня в интервью рассказала, что пока еще не все свои козыри раскрыла. То есть у нее есть такие психологические какие-то штучки, которые она, видимо, приберегает на самое главное, на Олимпиаду в Токио. На 90% можно сказать, что эта Олимпиада будет ее последним шансом выиграть золото. Юля уже собрала полную коллекцию наград на всех остальных турнирах. И только вот на Олимпиаде до самой верхней ступеньки не добиралась. А, конечно же, своей выслугой лет, стабильностью и любовью к плаванию и спорту она заслуживает этой самой победы, как никто другой. Но никаких гарантий нету, поэтому все будет зависеть от того, как она сама подготовится и насколько сумеет подвестись к главному старту четырехлетия. Не меньшие шансы, чем у Юли в Токио, будут у Евгения Рылова. Сегодня он просто зажег, этот парень творит что-то невероятное здесь вообще. А все мы знаем его как человека, который способен побеждать всех на 200 метров на спине. Но здесь вот за первые три дня в Кванджу он, во-первых, показал что-то невероятное в крылевой эстафете. Быстрее него проплыл только один человек. Вообще вот из всех участников, кто плыл, все американские, австралийские, французские, наши спринтеры, только один человек быстрее него, американец Эппл. А Евгений даже не поплывет здесь вот эти вот крылевые 100 метров. И несколько обидно, что не увидим мы, как бы все закончилось в личном противостоянии. Зато он плыл 100 метров на спине, дистанцию на которой до этого на чемпионатах мира он только один раз доходил до финала. Это было в Казани, он стал седьмым. Здесь с ним соперничали чемпион мира 2017 года, олимпийский чемпион, чемпион мира 2015 года. Проиграл он только китайцу, рекордсмену мира. По идее это очень хороший результат. То есть до этого выше седьмого места не поднимался, сегодня второй. Только один человек лучше, но он так расстроился. Он первым выбежал из бассейна после того, как проплыл. Просто пронесся по мигзоне и отказывался что-либо говорить. И по нему было видно, что его аж трясет от негодования. То есть характер и амбиции у этого парня фантастические, заоблачные, запредельные. Впереди 200 метров на спине, его дистанция. И если он ее проиграет, то это будет прям суперсенсация. И в это не хочется даже верить, потому что готов он отлично. Голова у него в порядке. Я думаю, это будет наш день. И все ждем его с нетерпением. Ну а самая жесть дня была сегодня в самом первом заплыве. 200 метров кролем. А там плыл наш Марк Малютин. Он стал третьим. Но это не самое главное, что произошло в плане мирового резонанса. Потому что победил китаец Суньянь. Во-первых, он победил даже так довольно скандально. Первым финишировал литовец, но он сделал фальстарт. Литовцы, вся федерация подала протест. Они не согласны с этим. Но, видимо, электроника штука такая, с которой не поспоришь. И хотя Суньянь, по сути, прибыл вторым, из-за дисквалификации литовца, он стал первым. Китаец опять кулаками махал по воде, праздновал, кричал, что да-да-да. Но, когда дело дошло до награждения, Суньянь потускнел. Дело в том, что британец Скотт Данка, который разделил с нашим спортсменом Малютином третье место, отказался жать руку китайцу, отказался с ним фотографироваться. В общем, сделал все то же самое, что недавно Макс Хортон, австралиец, который стал вторым на 400 метров. Китаец очень сильно был недоволен из-за этого. Он думал, что история с австралийцем – это один лишь неприятный эпизод, который со временем забудется, какое-то недоразумение. Но следующее награждение – опять та же история. Трибуны свистят, соперник его игнорирует. Это так впестило Люсяни, что он прямо на Бегистале кричал на англичанина. После этого пытался ему что-то доказывать, когда они уже шли в подтрибунное помещение. Но Данкон просто на него не реагировал, а шел, как будто его не существует. Я думаю, это не последняя скандальная история с Суньянем здесь. Потому что уже сегодня была отменена пресс-конференция с его участием. Хотя все победители уходят на нее и отвечают спокойно на вопросы. Впереди новые дистанции – это 800 метров. Скорее всего, и там может получиться вот что-то такое. Потому что сейчас в Мигзоне, на пресс-конференциях вопрос к любому спортсмену, вне зависимости от того, из какой он страны, как он проплыл и сколько медалей выиграл – это про Суньяня. Что вы о нем думаете? Молодец, он не молодец и так далее. Посмотрим, чем все это закончится. Понятно, что ситуация на пользу плавания не идет. И сам Суньянь, понимая, что это прям какая-то полнейшая жесть, уже призвал сделать разбирательство кассу по поводу его дела публичными, чтобы не было никаких секретов, домыслов и чего-то такого непонятного, вот что происходит сейчас. Наверное, это правильно, и всем только на пользу пойдет, если мы будем знать об этой ситуации все. Но сейчас Суньянь – самый скандальный спортсмен в этом городе. Кто-то его поддерживает, как китайцы, кто-то ненавидит. Слава богу, что это касается не россиян, потому что наши спортсмены уже столько всего пережили, что наконец-таки из-за подобной ситуации мы можем смотреть со стороны и сосредотачиваться не на скандалах, а на своем выступлении.